Ребятушки, всем снова здрасте! Ну, чтобы у меня не произошла какая-то интересная история или встреча, это была бы не я. Сегодня пошла открывать сезон на пляж, позагорала, покупалась, чувствую себя прекрасно. И вот ложится рядом со мной девушка. Ну как, молодая женщина, лет 40. Я вот слышу, что она по телефону разговаривает на русском, ну, с таким нашим украинским акцентом, типа экает, шокает, вот, лежит, загорает, не проходит и два часа, как она со мной начинает завязывать разговор. Говорит, а вы наша? Я говорю, наша. Ой, у вас такое красивое тело, такой купальник. А у вас там грудь сделанная, не сделанная? Ну, в общем, слово за слово, заговорились. А оказывается, эта женщина приехала пару месяцев назад из Одессы. Работала она там таксисткой. И говорит, столько, сколько приехало западноукраинских, рагульских вот этих вот товарищей, которые в Одессе говорили, что почему вы слушаете русскую музыку, типа, в машине? А ну-ка быстро переключите. Она говорит, так и хотелось сказать, пошли нахуй отсюда. Короче, наша девчонка, в общем, сказал, мы пришли с ней к консенсусу, что Янукович был лучший президент в Украине, что Зеленский, за которого она голосовала, конченый гандон, и что молодой человек, с которым она сюда приехала, платил 7 тысяч долларов для выпуска, чтобы их туда выпускали и запускали, чтобы приехать в Европу. Понимаете? И хайла эту Украину так, что вы себе просто представить не можете. Живет она здесь по программе, платят им как бы пособия, все нормально, все хорошо, никуда она уезжать не хочет, Испания ей нравится, и ищет она здесь адекватных себе знакомых и друзей. Поэтому мы мило пообщались, поговорили. Видите, оказывается, я не кусаюсь, аллергии на украинцев у меня нет. Мы обменялись контактами телефонов, номерами, и договорились встретиться в другой день. Плюс у меня тут еще есть знакомая из Донецка, тоже у нее парень из Харькова. То есть как бы общаться, я с украинцами общаюсь, даже на политические темы мы с ними разговариваем, но никто никого не притесняет, не гандошит, не чмырит за мнение. И все здесь, в Европе, происходит максимально нейтрально. И полюбовно, и по-дружески. Поэтому, ребятушки, вот такая вот история, вот такая вот история. Кстати, по поводу Одессы. По-моему, поменяли улицу Екатерины, да? Как она там называлась? Екатериновская на европейскую. Ну что-то такое. Ой, ребята, так что теперь? В Одессе, получается, Европа. А раньше у нас был второй государственный язык, русский региональный. А теперь английский. Теперь украинцы разговаривают на русском. Ой, ошибочка по Фрейду. Оговорочка, да? Это на украинском и на английском. Как вам такое? А в книжках преподают уроки, как правильно детям разрабатывать анус. Для этого нужно отваривать морковку. Это пишут в учебниках, образовательных учебниках в Украине. Вот как-то так, вот как-то так. Куда катится эта страна? Я прям даже не знаю. Далеко. Вот туда. Да.